всех приветствую в этом видео хочу продемонстрировать свою реализацию подвески типа macpherson до сих пор в своих дупринтах я создавал подвеску самый простой тип подвески слайдер это когда колесо из самого верхнего самое нижнее положение двигается строго вдоль прямой линии и при этом никак не меняет свою значит ориентацию ее создать очень просто но как понимаете реальный автомобиль имеет подвеску которая работает по-другому и если мы хотим создать реалистичное поведение подвески да то нам необходимо разобраться в конструкциях реально существующих типов подвесок и я решил начать с самого простого типа это подвеска типа macpherson она очень этот тип подвески очень сильно распространен в реальной жизни то есть многие автомобили имеют такую подвеску потому что ее конструкция довольно простая и естественно ввиду своей простоты она эта конструкция довольно дешевая то есть она включает себя вот я здесь по нажатию клавиши tab ну это забинил просто в общем я могу скрыть этот кузов автомобиля чтобы было чтобы было более наглядно то есть вот нас есть в этой подвеске это рычаг подвески это синий луч который у нас крепится значит снизу значит кузову то есть один конец это рычага крепится к кузову второй конец крепится колесу до поворотному кулаку желтый луч это у нас значит стойка амортизатора с пружиной который верхней точкой крепится к кузову автомобиля да и нижний тоже к поворотному кулаку то есть к нашему колесу ну вот принципе и все здесь также у нас есть виджет и мы можем изменять различные параметры то есть я могу поменять длину рычага подвески могу поменять вот этот вот угол поворотной оси то есть чтобы задать как называется развал да или кембер также могу здесь изменять кастер то есть вот таким образом изменяется кастер могу сделать отрицательный кастер и положительный как это обычно бывает что еще могу изменять вот эту точку крепления верхнюю мы видим как изменяется тоже развал то есть меняется это угол наклона всей нашей стойки естественно колеса тоже я думаю жесткость пружины могу увеличить и то же самое могу делать для задней оси то есть могу изменить рычага вот таким вот образом то есть да конечно еще это самая моя первая такая пробная версия она еще не лишена всяких допущений и ну каких-то неточностей от которых я постараюсь со временем избавиться но но в целом уже сейчас видно что подвеска стала себя вести намного более реалистично более похоже на то как себя ведет подвеска у реального автомобиля из реальной жизни вот таким вот образом можно немножко покататься вот но буду классно буду заканчивать спасибо за внимание пишите что вы думаете в комментариях как вам данная затея понравилось не понравилось вот ставьте лайки подписывайтесь на канал чтобы не пропускать новые видео вот но я на этом заканчиваю и до скорых видео пока пока подписывайтесь на канал и вот вот Продолжение следует...